Интересуешься IT-образованием и хочешь работать в сфере программирования, дизайна, маркетинга или разработки мобильных приложений? Хочешь получать востребованную профессию и работать удаленно из любой точки мира? После выбора специализации ты можешь сразу приступить к самостоятельному обучению. Базовые курсы по всем направлениям нашей школы полностью бесплатны. Пройдя их, ты заполнишь свое портфолио действительно впечатляющими технологичными проектами. Начни свое знакомство с IT-миром с прохождения профориентации. Это бесплатно. Ты можешь сделать это прямо сейчас на сайте loftschool.com Всем привет, это Омайкот. У нас в студии Василий Романов, технический менеджер в почте Mail.ru. Привет, Вась. Привет, Паш. Василий Романов, 31 год. Увеличивает поголовье гофера в стране. Стаж работы. 12 лет. Любит китайский чай. Брак по звуку. Надо все переписать сначала. Ты их убил? Да. Отлично. Что делать? Все плохо. Жизнь тлена. Как дела? Отлично. Вчера была пятница, 13-е. Мы все живы, все работает. Расскажи немножко о себе. Я принадлежу к виду человек разумный. Я на 80% состою из воды. Вот. Так получилось, что я программист. Программист где-то года 2006-го. Да. Начинал я с фриланса. В 2012-м я присоединился к Mail.ru. Работал над проектом Hightech. Много там чего перепилил. Туда-сюда. И с 2013-го года тружусь на благо почты Mail.ru. Я знаю, у тебя был интересный путь из Perl-программиста в Go-программист. Как это произошло? На самом деле у меня был интересный путь и с PHP-программиста в Perl-программисты, а потом в Go-программисты. Вот. Как это произошло? Мы приняли стратегическое решение, что Perl нас перестал устраивать в том виде, в котором он есть. Но у нас в почте мод Perl, Apache, и это немножко устарело. Нагрузка, все такое. Вот. Ну и плюс перловых разработчиков искать все дольше, дольше и дольше. Ну, потому что проблема курица-яйца. Мало кто начинает новые проекты на Perl, мало людей. Тяжело искать разработчиков. И мы решили попробовать что-то другое. Мы решили попробовать... На самом деле мы там много что выбирали. Мы выбирали ноду, мы выбирали Rust, мы смотрели Go. Вот. И Go нам понравился. Go нам понравился. Несколько человек из нашей команды, они начали заниматься проектом на Go. Ну, базовым фреймворком, все наши либы, все бинарные протоколы. Вот. В какой-то момент я это подхватил, и мы довели это до релиза. То есть мы взяли один из API-почты, один из самых нагруженных, и просто перевели его на Go. Вот. И фактически вот мы довели с командой веб-сервис на Go, веб-апи на Go, до уровня самого нагруженного API в почте. Веб-апи в почте. Какую ты производительность дала? Это увеличило ее, уменьшило? А-а-а! Это нам очень-очень хорошо дало прирост по производительности. По сравнению с Perl'ом, это было в где-то пять, что ли, раз. Более того, у нас производительность получилась сравнимая даже с C. Угу. Какое сейчас соотношение языков в почте? У нас по-прежнему есть Perl'овый бэкэнд. Он там уже где-то почти 20 лет. Я думаю, что еще какое-то время он там будет. Но мы стараемся ничего нового на Perl'е не писать. То есть если к нам приходит какая-то задача, и это какие-то значимые изменения в существующем API, мы стараемся их мигрировать в Go. И так постепенно у нас все больше, 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 больше опишек мигрируют в Go. Соответственно, все новые разработки мы тоже начинаем на Go. То есть у нас Perl' есть, туда довольно значительная нагрузка идет, но, тем не менее, мы стараемся его не развивать. И вот очень надеемся, что в обозримом будущем у нас останется только один гошный сервис на сервере, и все. Один? Монолит? Почта — очень большой проект. Там используются все архитектурные подходы, которые есть. Там у нас есть и монолиты, и сервисы, и микросервисы, и наносервисы. Поэтому основной API у нас, да, монолит. Ну, потому что его проще разрабатывать. А расскажи, как правильно делать микросервисную архитектуру. Когда у вас готов монолит, и он работает, вы пишете продакшн-код. Пишите продакшн-код, пишите продакшн-код. И когда у вас выясняется, что какая-то часть вашего сервиса, она нужна в каких-то других кусках, либо у нее совершенно отдельная разработка, только тогда вы выносите ее в виде микросервиса. То есть у вас нет подхода, когда вы сперва делаете набор микросервисов, а только распиливаете монолит? На самом деле у нас есть подход к разработке отдельных микросервисов, но у нас проект уже устоявшийся, у нас уже готовый проект. То есть у нас один из старых проектов в Рунете, если не самый старый. И мы уже можем так делать. Просто есть знаменитая очень статья, называется «Это будущее». Это будущее, там рассказывается, что, ну вот мне нужно сделать маленькое приложение, которое будет там просто делать крутые операции в базу данных. И его собеседник говорит, что, не-не-не, чувак, это уже прошлое, это нет. Тебе нужно микросервисы, тебе нужно распилить это, сделать флот докеров, тебе нужно там сервис авторизации, сервис того-сего, и ТЦТ поднять балансинг, минимум три копии этого сервиса для отказа устойчивости. И тебе нужно минимум три сервера для того, чтобы все это взлетело минимум. Лучше пять. Вот. Дело в том, что когда стартапы, ну или, давай будем так говорить, молодые проекты, только начинающиеся проекты, они начинают разработку, у них все очень интенсивно идет, очень много меняется постоянно. А микросервисы, они как раз-таки накладывают определенную организационную сложность на процесс, не на код. Вот, да, окей, у вас код получается масштабируемый, все такое, но вам, раньше у вас есть приложение, вот монолит, вот вы туда всей командой написали, написали, написали что-то, как-то смерджились и выкатились, и оно работает. А с микросервисами вам нужно, одна команда сделала, потом как-то синтергировалась с другой командой, потом выяснилось, что вам еще нужен какой-то третий кусок, и вы решаете, давайте это тоже делать в микросервисе, и у вас теперь нужно еще вот это выкатывать, думать над мониторингом, думать, тестировать это как-то, покрывать тестами, все. А монолит, оп-оп-оп, и рассложили, и готово. Вот. И за счет этого, за счет этого у вас очень много, ну, у вас в смысле у молодой компании очень много сил уходит на микросервисы. Ну, то есть, если нету уже опыта, если нету экспертизы, экспертизы по построению именно микросервиса на архитектуре, не надо пытаться это делать. Надо делать спокойно монолит, и получится хорошо, потому что главное — проект. То есть, бизнесу, бизнесу, бизнесу не нужно творчество программистов, да. Бизнесу ничего не хочется знать про микросервисы, гетерогенные какие-то приложения, докер, виртуализацию, OpenStack, KeyValue хранилишь, распределенная база данных, мониторинг, графану, Prometheus. Ему это ничего не надо. Бизнесу нужен продукт. Продукт, который работает, который выполняет, который дает, заморское слово, бизнес-вэлью. Вот. Вот это нужно бизнесу. В этом плане микросервисы, они, ну, как бы, круто, что если к нам приходит нагрузка, мы можем быстро масштабироваться. Но вы точно так же можете масштабировать и монолит. Поэтому, как бы, я не рекомендую вообще начинать с микросервисов, да. То есть, если это молодой проект, то это точно должен быть монолит. Если у этой большой компании есть экспертиза, то тогда уже можно думать о микросервисах, потому что понятно, что вот эта часть будет использоваться не только, как бы, в этом месте, она будет использоваться еще в 10 других наших приложениях, которые написаны на других языках вообще, другими командами. Вот это отличный вариант для монолита. Тогда, может быть, ты нам расскажешь, как правильно вытаскивать микросервисы с сервиса. Отлично. Пойдем. Итак, каким образом вообще выносить микросервисы? Какой вообще стоит применять подход? Ну, все думают, что я делаю микросервис, потом у него появляется вот такой микросервис, а тут, допустим, это монолит, и потом еще микросервис, и еще микросервис, и еще микросервис, и еще микросервис. А потом вдруг выясняется, что микросервис он спроектировал так, что ему нужно еще вот это, вот это, вот это, и этому нужно вот это, и получается вот такая уже сложная схема, в которую я же забыл, кому что нужно. Вот, поэтому лучше всего писать монолит очень просто. Пишем большой монолит, но при этом мы стараемся изолировать некоторые блоки в нашем продукте. То есть, чтобы между ними была слабая связность. Например, мы выделяем сервис авторизации и стараемся, чтобы его модули не использовались еще в 10 других подмодулях. Таким образом, да, и мы пишем наш продукт, мы его запускаем, ему пользуются пользователи. Все хорошо. Но в какой-то момент мы хотим сделать из этого микросервис, потому что у нас, например, появляется какой-то другой подпродукт, в котором тоже нужна авторизация, и желательно авторизация от нашего же продукта. Поэтому я напомню, что мы изначально писали, чтобы это было полностью автономной системой. Да, поэтому мы... Да, и оно, допустим, оно ходило в базу. Оно ходило в базу. Оно ходило в базу. Вот так. Теперь каким образом мы это выносим в микросервис? Вот здесь, вот здесь мы оставляем только интерфейс к нашему сервису. Ну, то есть мы внутри этого модуля уже не осуществляем всю бизнес-логику, которая там должна быть. Допустим, вот это наш микросервис. Это наш микросервис. Теперь мы в этом месте, используя те же функции, те же методы, мы просто ходим в наш микросервис. Мы ходим в наш микросервис, общаемся с ним. Он уже внутри делает логику, он уже сам ходит в базу. Таким образом, мы без затрагивания всех остальных модулей, которые, например, были вот здесь, вот здесь и вот здесь, да, а они, допустим, ходят вот так вот. Мы, не затрагивая вот эти все модули, вот эти все модули, мы вынесли просто бизнес-логику в микросервис, но интерфейс здесь остался тот же самый. Поэтому вот эти вот все остальные подмодули нашего монолита, они ничего не знают, что там теперь уже не бизнес-логика напрямую, а просто вызов микросервиса. Вот я считаю, что это наиболее правильный подход, потому что мы не тратим время на то, чтобы заниматься микросервисом, мы не тратим время на мониторинг, поддержку и эксплуатацию всего этого дела. У нас есть один монолит, и когда нам потребуется, это реально потребуется, тогда уже мы можем вынести какую-то часть нашей бизнес-логики в отдельный микросервис, при этом не задев никак другие части нашей программы. Вот такой подход нужен при первоначальном проектировании. Не пытаться разбить это сразу на микросервисов, а просто писать изолированные куски кода. Ты говоришь, что вы выбирали между разными языками. Почему победил ГО? На самом деле, вот я чуть-чуть позже проникся в философии ГО, ну, может быть, даже в философии, в которую я уже сам себе надумал. Как я уже говорил, бизнесу не нужно никакого творчества программиста, а бизнесу нужен продукт. Вот с моей точки зрения, с моей точки зрения, ГО — это шикарный язык для разработки продукта, потому что он ориентирован на простоту, он ориентирован на читабельность, на поддерживаемость кода, на то, чтобы ваш код был простой. ГО — осознанно простой язык. Там нет возможности сделать функциональное программирование, чейнмап, греб, вот это вот все трехэтажные вот эти вот конструкции, потому что они нечитабельны. Ну, то есть, потому что я это так представляю. Вот у программиста, у программиста, вот, например, у тебя, есть 10 кубиков в голове, да, и ты уделяешь, например, 3 кубика языку, 3 кубика языку, и еще ты уделяешь синтаксису, ты уделяешь магии, рантайму, кручению ручек, инфраструктуры, вот этому всему. То есть у тебя на задачу остается всего 2 кубика. Но, как бы, это не круто. Ну, то есть ты в основном, в основном твоя работа заключается в том, что ты борешься с языком. Вот Го, он осознанно проектировался. Он не просто случился, а он проектировался. Для того, чтобы быть простым, для того, чтобы там специально не было вот этих сложных конструкций, для того, чтобы код просто читался. Ты смотришь на код, и ты сразу же понимаешь, что происходит. Там даже тернарного оператора нету, потому что с ним можно делать трехэтажные тернарные вот эти вот конструкции с условиями. Я так очень любил делать. Вот это единственная вещь, это единственный сахар, которого мне, пожалуй, до сих пор не хватает в Го. Вот. В Го этого нет. Го специально делается, чтобы он был простым. Он очень маленький, очень компактный. Там мало вещей. Если в других языках, я смотрю там за приложениями по, например, PHP, по Яве, какие там операторы, туда вносят новые операторы. Туда вносят новые операторы постоянно. И в итоге, через какое-то время, код превращается просто в ребус. И ты пытаешься его прочитать, а у него в одну строчку, у него в одну строчку, вот эта вот организационная сложность этого кода, она просто запредельная. То есть его нельзя просто глазом пробежаться быстренько. Тебе нужно остановиться и потратить пять минут на то, чтобы понять, что делает эта строчка из вопросов, стрелочек, точек с запятой, двоеточий, перемешанных это с собой между вообще непредсказуемым образом. Потом начнется, как в Перле, что там обнаруживают, обнаруживают операторы. Вот. Вот в ГО такого сейчас, во всяком случае, я надеюсь, что в дальнейшем, ну, не будет. Еще в ГО есть инструменты для автоформатирования кода. И еще там есть огромный набор всяких утилит для синтактического анализа, которые показывают, что вот тут у вас комментария нету с документацией, вот тут у вас неиспользуемый код, вот тут вы, наверное, хотели ретурн написать, а забыли. Вот. И за счет этого ГО, он на выходе дает очень поддерживаемый код. Почему для меня это важно? Потому что я работаю над проектом, которому я уже говорил почти 20 лет. И там есть очень старые куски, вот реально старые, которые писали абсолютно разные люди с абсолютно разным уровнем, с абсолютно разным мировоззрением. Ну, то есть где-то код в таком стиле написан, где-то в таком стиле написан. В ГО нет творчества, нет простора для творчества, там нет огромного количества аналитических операторов, чтобы делать каждый раз новый фреймворк, который будет не похож на другой совершенно. Вот в Яллскрипте этим очень страдает. Смотришь, и каждый раз там новый фреймворк, который за счет сахара, он другой вообще. Вот. В ГО такого не будет, там нету, вот я уже сказал, простора для творчества. На ГО скучно просто заниматься чем-то, кроме задачи. Да, то есть программисты, они вообще очень умные люди, и они любят поиграться с языком, они любят отдавать ему вот так. И вот ты сидишь и думаешь, когда у тебя есть 10 способов, ты думаешь, а какой из этих способов вот мне вот прикольнее сюда подойдет? То ли мне простым циклом сделать, обычным вот циклом, как вот в Си, то ли мне этот цикл поставить в конце, то ли мне как-то хитро это преобразовать или через, и через мапгреб. И ты так, опа, у тебя появляется выбор, тебе нужно пройти через эту точку выбора пути дальнейшего, который определит эту дальнейшую услугу кода. И такого рода мест в коде может быть 10-20, и натратится психическая энергия программиста. В ГО хорошо то, что там нету, ну, минимальной вариативности. Вот эту вещь ты можешь сделать, ну, в лоб. Делаешь в лоб, и нормально, и все работает. И главное, работает очень быстро. Более того, по опыту применения ГО в Mail.ru он нам настолько понравился, что мы начали преподавать его в университетах, мы читаем курс по ГО для студентов МГУ, Бауманки, и сейчас еще и МИФИ. И кроме этого мы запустили даже онлайн-курс. В рамках вот этой учебной программы я постарался изложить учащимся фактически весь язык, и в рамках домашек они могут попробовать все, что есть в ГО. Если бы в какой-нибудь Яве или Си-Плюс у меня на это бы ушло год, то в ГО это возможно буквально за пару месяцев. Более того, что основная работа с синтаксисом заканчивается у меня на второй лекции, а дальше идет уже чисто практическое применение. То есть вам не нужно будет много бороться с языком. По опыту людей, которые начинали писать на ГО в почте, разработчик с опытом въезжает в язык буквально за пару дней. Это очень круто. Окей, давай попишем немножко кода. ГО замечательный язык, тут все очень просто, но основное, что в нем еще хорошо для современных процессоров, это то, что он автоматически масштабируется по всем ядрам процессора. Это очень круто, когда мы пишем по какого рода WorkerPool для обработки входящего потока каких-то задач. Сейчас я как раз напишу маленький WorkerPool на ГО, и мы посмотрим, как это быстро и просто получается. Итак, для начала напишем нашу функцию FUND, Worker. Допустим, у нас будет номер нашего отряда INT и канал с задачами, откуда мы будем принимать их. Пускай это просто тоже будут INT. Так, да, и weight-группа. Weight-группа это примитив в ГО, который нужен для контролирования и ожидания других рутин. VG SYNC weight-групп. Так, SYNC weight-групп у нас передается всегда по адресу, ну и нам нужно импортировать пакет SYNC. SYNC. И еще нам понадобится TIME. TIME. Хорошо. Теперь, теперь, что нам дальше потребуется? Ну, для начала мы сразу же сообщим weight-группе о том, что worker остановлен при выходе из нашей функции. Differ VG Done. Differ в ГО означает выполнить вот эту операцию по завершению функции. Ну, а теперь, собственно, напишем всю логику обработки наших задач. for lem, или пускай это будет не lem, пускай это будет task. Task. Он равен нас чему? Мы читаем с канала. Range. CH. Вот такой нехитрой конструкции мы будем ожидать чтения всех записей в канале. Канал — это базовый примитив в ГО, который используется для общения между горутинами. Вот. И теперь мы симулируем работу. Например, вот так. Мы fnt printl println да worker в номер нашего worker, чтобы мы видели, какой worker взял эту задачу, какую обработал. И task. Task. Вот так. Да. Это просто выведет нам какую-то строчку на экран. Ну и теперь, чтобы она хотя бы как-то промлекл не совсем мгновенно, мы вот в нем просто sleep. Sleep, кстати, в год тоже синхронный. Time sleep 10, допустим, миллисекунд. Миллисекунд. Отлично. мы написали какую-то функцию, которая уже будет обрабатывать наши задачи, и теперь эти worker нужно запустить каким-то образом. Давайте запустим, давайте создадим все, что нам нужно для запуска. Так, для начала канал с задачами. chan-int канал, и пускай у него будет буфер на 10 записей. Далее, нам нужна weight-группа. weight-группа. Создаем weight-группу. Sync weight-группа. Создали weight-группу. Хорошо. Теперь мы запустим 10 воркеров. 10 воркеров, которые будут получать эти задачи. Так, от i равно нулю, и меньше 10 и плюс-плюс. Так, теперь, теперь, оп, не i, не u, а i. Теперь нам нужно запустить наш воркер в отдельной гарутине. Гарутина это, опять-таки, один из основополагающих инструментов Go для обеспечения асинхронной работы, это легковесный тред. Он гораздо легче системного треда и довольно неплохо иметь много гарутин, ну, если надо, конечно. И гарутины запускаются очень просто. Ключевым словом Go, как название самого языка. Go, Worker, Worker это название моей функции, теперь я использую i для в качестве номера своего треда, я передаю канал, из которого я буду брать значения и Wait Group для контроля. Кроме того, я буду дожидаться Wait Group всех значений, поэтому я добавлю в Wait Group указание, что я добавил один из своих Worker. Хорошо, теперь мы завершим нашу работу Done, вот таким образом. Ну, то есть, мы будем ждать VG, простите, не Wait, не Done, на Wait, мы будем ждать, пока все грутины завершатся, но поскольку сейчас оттуда ничего не шлю, то эта программа будет работать бесконечно. Давайте теперь попробуем отправлять какие-то задачи в этот Worker Pool для того, чтобы он с ними работал. Запустим в отдельной грутины функцию Go, Func, без аргументов, в Go функция является первыми классами, поэтому их можно присваивать, передавать как аргументы в другие функции, но в данном случае я объявляю анонимную функцию и сразу же ее запускаю. Теперь я просто буду отправлять в канал записи от нуля до, например, тоста. Ну, 100 много, а n мало. Возьмем m. For task id нулю, task id меньше, давайте, пускай будет 32, круглое число, и task id плюс-плюс. Отлично. Теперь, теперь я хочу отправить этот task в канал. В канал. И как это делается? делается очень просто. Пишется канал, и вот такая вот стрелочка, и то, что мы хотим туда отправить. Task id. Все. Теперь мои записи будут отправляться в канал, который будет обрабатывать множество моих грутин, воркеров, и что-то делать с ним. Ну и в конце, в конце я закрою канал. при закрытии канала вот этот вот цикл, вот этот вот цикл, он завершается, и таким образом весь мой воркер пул завершается, и программа завершает свою работу. Теперь последний нюанс, кроме того, что наверняка я где-то пропустил запятую, оно не скомпилируется. В Go я уже говорил очень круто, что есть встроенный инструмент для форматирования кода. Вот вот так он применяется, так, отлично, и мы нашли ошибку на строке 33, и на что он ругается, ага, я тут написал не ту фигурную скобочку, нажмем формат еще раз, отлично, теперь Go отформатировал мой код, наверное, это не очень не видно, но, например, покажу с отступом, вот я, например, случайно написал отступ вот такой вот кривой, там поставил пробелы вместо табов, я нажимаю кнопку формат, и сразу же мой код выглядит одинаково везде, больше нету холиворов на тему того таба или пробела, либо делать ли вот здесь вот отступ, или не делать, потому что этот инструмент автоматически форматирует код. Теперь попробуем собственно запустить нашу функцию, и будем надеяться, что она корректно отработает. Хорошо, ждем. Миллисеконд. Первая бага. Отлично, вот теперь обратите внимание, воркеры обрабатывают разные таски. Воркеры с номера с 1 по 9 обрабатывают таски. Потом идут следующие воркеры, причем обратите внимание, теперь они идут уже в другом порядке. Дело в том, что в Go у нас нет возможности контролировать, в каком порядке работают горутины. Но в случае с воркер-пулом нам это не нужно. Нам нужно просто, чтобы задачи все были выполнены. И вот таким нехитрым кодом, которым я буквально уложился в 37 строк с учетом пустых, мы написали воркер-пул, который будет автоматически масштабироваться по всем ядрам процессора и будет очень производительным. Вот вроде бы все просто, все читается, но при этом уже мы имеем мощный, хороший инструмент. Более того, вы можете этот подход использовать в своей работе. Оно действительно пишется именно вот так. Но Go много и ругают, например, за обработку ошибок или за отсутствие дженериков. дженерики не всегда нужны. И так получилось, что я всю свою программерскую жизнь я работал над бэкэндом и фронтэндом. И я работал с языками, где нет дженериков. И у меня нет проблем с тем, что Go нет дженериков. Вообще никаких. То есть это просто вопрос привычки. то, что да. Иногда бывает, что было бы неплохо. В Go эти потребности решаются либо рефлексией, либо кодогенерацией. Кодогенерацией на самом деле это решать даже выгодно, потому что все вот эти проверки они осуществляются не в рантаме, а на этапе компиляции. И у нас получается код работает очень быстро. Вот. Так что, ну, будут дженерики? Ну, ладно. Не будут? Ну, тоже ладно. Мы в почте уже написали очень много кода на Go. Очень много. И как-то никто не страдает. Вообще никто не страдает. Никто ни разу ко мне не подходил и говорил, Вась, я страдаю, дженериков нету. Что делать? Все плохо. Жизнь тлен. Нету такого. Ни разу не было. То есть есть задача, сидим, пишем код. Нормально. Запустили, пишем код дальше. Багфиксы, новые фичи. Как-то у нас нет холиворов. Конкурс. Что у тебя прописано для наших зрителей? Для зрителей. Отлично. Для зрителей вот у меня есть такой отличный рюкзак с MyTarget, нашей рекламной системой. И получит этот тот, кто ответит на следующий вопрос. Чем отличается требование к разработке продукта такого, как почта, от такого продукта, например, как booking или ВКонтакт? В чем состоит различие в подходе? Что главное? Вот тот, кто выдаст наиболее интересный ответ, получит сумку. Ну и в конце небольшой блиц опрос. Какую последнюю книгу ты прочитал? Вышла обалденная книга, называется «Высоконагруженные приложения» от Мартина Клепмана. Откровенная реклама, книга офигенная. Я ее стараюсь давать всем своим студентам. Там написано все, что нужно современному разработчику для знания по системам хранения данных. Потому что в основном разработка современного софта это приняли от пользователя, положили в базу. Достали из базы, отдали наверх. Примерно вся разработка крутится вокруг этого. И это положили в базу, и то, какие базы бывают, и то, какие форматы, вот это все описано в этой книжке. Я считаю, что это одна из самых крутых книг, которая выходила за последнее время, и она обязательно для прочтения каждому разработчику, который имеет дело с бэкэндом. В каком редакторе ты программируешь? Мне нравится Visual Studio Code, потому что у него есть огромный терминал, который показывается по хатке, и его очень круто показывают студентам. Также я использую в своей работе Veeam, Notepad++, и иногда Sublime. Что ты выберешь? Стартап или крупную компанию? Это сложный вопрос, это зависит от тех задач, которые будут передо мной стоять. Каким бы супергероем ты хотел быть? Я бы не хотел быть супергероем. Почему? Это нужно спасать мир, мне кажется, это довольно хлопотное. С учетом того, что мне иногда приходится спасать почту Mail.ru, и мне приходят смс-ку, я думаю, что спасать мир это гораздо больше ответственность, а лучше я буду спасать всех наших пользователей и делать качественный продукт для них. Хорошо, если бы у тебя была возможность выбрать одну суперспособность, и при этом не спасать мир, какую бы суперспособность ты выбрал? Не париться. Ты много паришься? Ну, я переживаю за продукт, да. Спасибо, Вася. У нас в студии был Василий Романов, технический менеджер почты Mail.ru. Редактор субтитров А.Семкин